короче мы купили для травки триммер подстригательный скажем так а то у нас уже на нашей пике скоро по колено будет одуванчики короче скидка видите были 100 99 купили мы за 70 вот универсальный ну что легкий всего 2 килограмма весит на 12 вольт слабенький но 40 минут работы в принципе нам для пихи для для нашего огорода мы так подумали потом косить там эти проходы вообще отлично вот я покажу что у нас на пихи творится помидоры у нас такая пыльца это караул какой-то у нас все в пыльце сейчас вам покажу видите что творится налипла какая красота у нас тут уже не видно этого самого огорода одни одуванчики так что сейчас займемся касси кошением кустики уже красивые такие беленькие стали помидоры мои не загубили все они сами еще так вчера научиться им работать только сильно не смейтесь какие сочные что-то как-то не знаю а можно вообще вот так так вот так вот дайте по заводить у них у нас заяц тут бегает каждое утро но надо суда качели поставить А куда потом эту ботву девать, а которую вот потом она высохнет, куда ее? Я говорю, качели нам надо сюда поставить, что место простаивает? А вот на санках вообще отчетливо видно, это буквально вот за неделю, такой слой прямо, и он знаете, он такой, где-то как пыль, тут уже более-менее. А вот тут уже видите, он как налипает, довольно такой клейкий субстанцией. Ну вот, теперь у нас прокушенный газон. Короче, есть и плюсы и минусы. Триммер купили, отлично хорошо газон косят, но смотрите сколько травы у нас везде теперь. Короче, везде трава, теперь надо пылесосить все надо. Везде тут травище, короче, везде теперь. И тут трава, и тут трава, короче. Приду надо будет пропылесосить. Что хотел сказать, ребята. Вот сидит у нас тут пупыч. Ну как у тебя самочувствие? А как спина? Спина? Хорошо. Скажи, какая спина? Обычная. Да, я и не помню уже, что у меня болело, да? Короче, что было, мы так и не знаем. Все прошло, все отлично. Потом еще секунду? Да. Началась. Да. Все. Вот, газонокосилку сейчас выбросим, коробку из-под нее. И тогда пойдем уже на тренировку. Поедем сегодня на автобусе. Ну, в смысле, на нашем автобусе, да? И на школьном виде какой. Да. Все, погнали. Друзья, всем привет! Всем хорошего понедельника, у меня хорошие новости. Все, оценили мою работу. Долго мне еще мозги компонтироваться этой работой учила. То есть, там какие-то, знаете, маленькие погрешности были. Я помню, что когда я писала дипломную поварскую свою, точно такая же фигня была. То есть, учила мне, я учили. Учила мне, я учили. Вот так вот. Работу кидали. Посмотри вот здесь еще. Посмотри здесь чуть-чуть. Посмотри вот здесь чуть-чуть. Там где-то надо, чтобы вся пунктуация была корректно составлена. Все ссылки были корректно составлены. После каждого абзаца должна быть ссылка, откуда ты это взяла. То есть, ты... Ну, это по закону у них так положено. То есть, если ты пишешь ссылку одним предложением, там точки ставятся так вот. Например, если ты ссылку пишешь с двумя предложениями, точки ставятся совсем по-другому. Там за скобкой, перед скобкой, в скобки, запятые. Как бы это все надо учитывать. Это все повышает тебе оценку. В общем, поставили мне ту оценку, которую я хотела. Все-таки я как-то дотянула до нее. Хотя сейчас я уже думаю, что моя работа потянула бы и на большую оценку. Ну ладно, да ладно. Я, в принципе, получила то, что я хотела. Я хотела не ниже этой. Это был мой последний предел, как бы, что дает мне возможность в дальнейшем поступить на вышку, как бы еще выше. Как она называется? ULM. 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 Поступать, как я теперь уже думаю, что я буду обязательно. Сколько надо отработать? Два или три года? Ну, посмотрим, как пойдет. И, знаете, вот мне сейчас надо отправить в бухгалтерию сообщение. А я поставила телефон с загрузкой обновлений. Я просто его поставила, а потом залезла на почту электронную. Знаете, как это, с дрожанием в сердце, со страхом большим, что опять что-нибудь такое. То есть, я эту работу вот буквально вот эти уже ошибки исправляла позавчера чуть ли не ночью уже. И отправляла ей. И я еще раз посмотрела. Потом я еще раз ее просмотрела. Нашла еще пару косяков, которые я не заметила перед этим. Представляете, там каждая ссылка должна быть год датирован. То есть, все должно быть настолько корректно сделано, как бы чистенько, чики-пыки. Вот. Сейчас надо еще по-английскому учили отправить. Она хотела ее посмотреть эту работу. Перед тем, как работа пойдет в общую базу дипломов. Трезус, по-моему, она называется. В общем, да, все дипломы можно... Все уходят они, как бы, в базу. И все оттуда можно их посмотреть. Что-то платно, что-то бесплатно, как бы. Не знаю, почему так. Ой, мне уже сейчас надо на работу бежать. Вчера был длинный день, сегодня еле встала. Хотя отработала достаточно легко, но легла поздно. С Виталией смотрели фильмы этих ходячих. Слушайте, у меня уже 6 лет мы его уже смотрим. Наверное, один такой из сериалов, который мы вот действительно смотрим. Обычно мы... Ну, мы любим такие, вы знаете, экшн-ужастики, когда ты отвлекаешься от всего вообще, от мирской этой суеты. То есть, ну, такие. Ну, нравится нам фантастика, ужасы, вот все, что с этим связано. Детективы очень любим, триллеры так не очень. Комедии смотрим в последнее время вообще очень редко, потому что нет нормальных комедий. На ходячих вот, да, смотрим. О, боже мой, неужели все, практически все. Я думаю, я буду плакать. Нет, не плачу. Видно, у меня уже настолько это все выжило. Это дипломная моя работа, страдальная, многострадальная. Уже все мозги проело всем уже, кому только можно. И вам тоже, наверное. Закончилось у меня первое, так сказать, первый объект на практике, который у меня был вот на этих трех домах на крышах. И с завтрашнего дня у меня будет терр-объект в центре Хельсинки. Как это правильно сказать-то по-русски? В зоне А, которая находится вот. Мы живем в С. И если я хочу добираться на городском транспорте, то мне надо покупать будет А, Б, С. И это будет стоить на месяц 107 или что-то. Ну, около 110 евро, грубо говоря. Вот, короче, это очень далеко. Но даже не столько это по километрам далеко, сколько это дорого для меня. Вот. И я взял первый раз, вообще никогда до этого в жизни даже не покупал, я купил разовый билет на день. Сейчас покажу, как он выглядит и что это вообще такое. Вот так выглядит одноразовый билет на сутки. Они теперь тоже отличаются по категориям, то есть А, Б, С и так далее. Вот. Это Керта Липпу я взял. Вот, смотрите, тут таблица. Видите, на один день А, Б или Б, С мы покупаем за 8 евро или Д. А, Б, С уже будет стоить 12 евро. И тут, короче, полностью 17. Ну, это обалдеть. Ну, потом уже подешевле, правда. Видите, 8. Потом на два дня 12. На 3, 16. На неделю 32 евро. Это обалдеть. Короче, гребут по полной программе. Ну, короче, друзья, я тут сейчас как раз с вами болтаю-болтаю. И тут меня осенило. А я что-то не помню, с какого дня я ей вроде и не сказал. Потому что я-то думал, мне зарядит она проездной. Я не знаю, никогда не покупал. Я ей даю эту карточку. Она говорит, мне это не надо. Мне такую пластиковую эту хрень шлёп. Ну, я в карманы пошёл. А сейчас домой прихожу и думаю, ё-моё, а когда она начинает действовать-то? Блин, а? Ну, это конечно караул. Сейчас почитаю, может найду где-нибудь. Условия. Ух, пронесло. Короче, если будет такой же, как и я, кто-то из вас, то тут написано, что билет начинает действовать, когда мы его предъявим. То есть, как мы только его где-то пробили. Ну, то есть, приложили к аппарату, с того момента пошли сутки. То есть, вот. Ёнка войма сало айка кун наюта цэн энцимэйсэн маткан аллоса кортен лукэлла. Да. То есть, считыватель карточки как первый раз его зафиксирует. Вот с того момента и пошел день. Только не написано, это будет 24 часа, либо день до конца дня. Не знаю. Ну, в любом случае. Завтра он будет у меня работать. Ну, короче, он будет работать с тех пор, как мы его приложим к аппарату. Все отлично. Так что, можно не переживать. Так что, друзья, завтра новое место. Волнительно. Практика продолжается. Ну, что, друзья, вот он конечный процесс. Заявление на окончание школы. Для того, чтобы получить уже диплом. Друзья мои, сегодня дрыхло аж до полдесятого. Вчера легла, кстати, полдесятого. 12 часов сна, это, я вам скажу, отразилось головными болями на мне. Слишком много, но, видимо, организму это надо было. Сейчас сижу, выбираю себе платье. Я вчера зарегистрировалась на конечный праздник, что ли, торжество. Вот не хочу никаких кружавчиков. Хочу такое очень консервативное, достаточно простое платье. Посмотрю сейчас в Золанду платье. Вот то, что мне нравится, все больше 200 евро. Ну, это как всегда. А какие-то такие повседневные цветастую ерунду не хочу. Хочу однотонная. Вот проблема-то, а, нарисовалась. Платье надо. Никуда не хожу. У меня есть два платья, но... Если будет слишком жарко, то, в принципе, одно из них подойдет. Ну... Да, слишком в оптигон тоже не хочу уже. Фигура не та. Так что будем искать. Вы знаете, вот это чувство, когда никуда не надо, мне еще, знаете, не смириться с этим. Не то, что никуда не надо, нету паники внутри. То есть, и... Как раз вчера на работе ко мне заведующая подходила. Позавчера. Позавчера вру. Спросила, что когда ты мне принесешь разрешение от Валвира. Я сказала, ну вот уже в процессе. Уже все, уже пошло туда Валвира. Она сказала, что я подстрахуюсь, я продлю тебе еще временный договор на два месяца, потому что она уходит в отпуск. И она сказала, что я не хочу, чтобы этим занимался, который придет сияние на ее место. То есть, замещающие, что она не знает наших дел. Она говорит, что я на всякий случай тебе продлю, чтобы ты уже и мне спокойнее, и тебе спокойнее, чтобы этот, который замещающий придет, он все равно ничего не знает, чтобы он не намудрил там с бумагами, что это наши с ней дела. И чтобы я спокойно ждала бумаги, чтобы она спокойно ушла в отпуск. В общем, вот так вот. На то мы порешили. В общем, я сама хочу позвонить Валвира. Возможно, ускорит процесс получения лицензии. Но многие говорят, что это бесполезно, хотя одна девчонка сказала, что пошли навстречу. Я спросила также у школы, у нашего этого, ну, где секретари наши, в общем, что могут ли они как-то повлиять. Они сказали, что никак не могут, что если хочешь, позвони сама. Возможно, что-то изменится. Сейчас просто многие школы заканчивают, и у них там будет вообще завал. То есть, вот так вот. Но они тоже уходят в отпуск в июне. В июне. И до этого я должна, конечно, получить свои бумаги. Вот так вот. Сегодня еще планирую стирочку забахать и уборку сделать, если вообще будет желание. Ну что, друзья, моя дипломная работа появилась в общей базе дипломных работ в Тхезус. Кому интересно, что за бред я писала, можете посмотреть. Все, опубликовали ее. Я написала, что я все права оставляю за собой. То есть, вот так вот. Имею право. Собрался я, друзья, сегодня газон подкосить еще разочек. Ну, думаю, тут уже косить нечего. Думаю, тут уже газон косить нет смысла, да? Вы уже его весь затоптали. Ну да, тут уже... Короче, вытопнули все. Сандр только бегает куда-то все периодически. Он за телефоном, за музыкой. Мы так играем здесь. Да? Сандр, в конце все время такое движение. Движение все падает. Так, в носках здесь не ходим. Понятно. Эмилия, ты так их поломаешь, положи их. Ты вся мокрая? Что ты мокрая такая вся? Все штаны у тебя мокрые, Эмилия. От пота. Да, от пота. Льется так, аж каплями, да? Ты ее поливал, наверное, с пистолета, мама сказала. Это дурында и рада стараться. А Сандр ее поливает. О, вот точно, дурында. А что наша банка пива тут валяется? Кусок огорода пытались унести. Это вообще не наше. Ой, упало. Но это не наше вообще. Это, наверное, еще от старых осталось. Значит, можно. А вон там этих надо повыкидывать всю эту хрень. Нам все не купить этот, нам все не купить столик. Но ничего, скоро купим. Так, Эмилия, не надо, пожалуйста. Так, только в Эмилию не стреляй, Сандр. Угу. Вот так у нас вот выходные с глупостями проходят. Ну, правда, у нас сегодня погода такая, тут дождик. Да, то он будет, то не будет, непонятно. Ну, по крайней мере, обещали сильный дождик сегодня. Вот. Сегодня особо холодно. Ну да, 13 градусов, вот у нас. Вчера вообще было... Завтра у меня... Завтра что за день у нас? Папа день на день. Да, папа день на день. Тебе, наверное, подарок в осень. Не знаю. Посмотрим. Папа день на день. А сколько сейчас помнится? 43? Да. Ты такой, да? Ну, конечно. Конечно. У меня всего лишь 8. Да, тебе всего лишь 8. Да, тебе всего лишь 8. Меха жить и жить. Ты ко мне что-то. Я уже похоронила что-ли уже? Мне тоже может еще жить и жить. Может еще лет 20. Можно стажу. 120. Что, надо приучать уже детей с детства болеть за Финляндию, за Россию, да? Ну что? Ну вот, вот у нас дилемма. Сегодня у нас играет Финляндия-Россия за полуфинал. Эмилия за Россию. Ой, мама за Россию. Мама за Финляндию. А ты, Сандра, за кого? Я за Финляндию сказал. Ты за Финляндию, да? На улице у нас, да, сильный дождик. Очень прям. Какие? Юля сказала у них на работе сегодня. Ну-ка, что они там? Ну, они сказали, что... Ну, конечно, если будет русский судья в судействе, то, как бы, предпочтение отдадут россиянам. Вот как в прошлый раз было. Вот такие, знаешь... Они вот... Они же знаешь, что я с эстониками? А все готовятся. Поэтому они свободно говорят. Ко мне сегодня, пока машину ремонтировал, даже сосед подошел по парковке и сказал, сегодня Россия в Финляндии играть не пропусти матч. У нас даже... Все будут болеть, все переживают. У нас такие правила, что когда у нас еда, мы телевизор выключаем. В порядке исключения оставится не включенным телевизор, потому что очень важная игра. Да, для финнов это очень важная игра. Ну, впрочем, как для всех, наверное. Ну что, две минуты осталось. Финляндия выигрывает. Я теперь уже все окончательно болею только за Россию. Дети России заболеют у нас за Финляндию. Ты, мама, за кого? За Россию. За Россию. Короче, мы за Россию. Дети за Финляндию. Да, ну мы же русские. Почти родная. Шанс еще есть. И Санды тоже. Ну да. Шанс есть, шанс есть. Маленький, но еще есть. У нас две минутки чуть меньше осталось. Эх, ну, друзья, сейчас. Первый раз мы так переживаем. Немножко отвлечемся от плохого. Давай быстрее, Эмиля. Покажи, как ты его крутишь. Это что ты делаешь? Флипики. Флипики. Осталась минута. Минутка, минутка. Ну, россияне, давайте. Россия. Ты же за Финляндию был. Финляндию за Россию. Нет. Нету. Ну, еще раз. Малки, давай. Это трагедия. Это февка. Все. Нету. Но сегодня просто не пробивной вратарь у них. Просто Малки. Все. Это все. Я с папой не поорал. Зато Сандр поорал. Я обещал детям, что если россияне забьют, я буду орать на весь дом. Но... Да. Не судьба. Не судьба. Жалко. Фины молодцы. Но, знаете, чем нам выгодно и чем у нас преимущество. Потому что мы болели, в принципе, в душе всегда за две команды. И болеем за Россию и за Финляндию. Эстония у нас не выступает, так что мы теперь за Финляндию. Выступала бы Эстония, мы бы за Эстонию болели. Ну, как и Евровидение. Мы всегда болеем и за Эстонию, и за Финляндию. Да. Так что, друзья, очень жаль, что россияне у нас не будут играть в финале. Но, по крайней мере, еще третье место у нас есть. У нас теперь будет Болелова за Финов. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на наш канал Юлика Лайф. Сегодня у Виталия день рождения. Почему? Потому что он сейчас еще не знал. Понесем сейчас ему подарок вот такой вот. Завтрак в постель и кофе. Сейчас позову детей и пойдем поздравлять. Надеюсь, что ему понравится. Ну, папа доволен у нас. И себе я тоже сделала подарок на окончание школы. Стойте. Стойте. Ну, давай. Сейчас мы с Эмичей откроем это чудо природы. И мы сейчас папа немножко стали обманывать. Помогите. У меня коробка. И еще красотка. Она сказала, обмануть меня хотели. Это как-то подозрительно, потому что на мою под ногу я не налезла. Там подозрения у нее закрались. Как-то что-то маленькая коробка. Это не могут быть ботинки. Он свои там уже открывает. А мы сейчас. У меня хочет подержать камеру. Я тогда открою сверху. Упс. Упс. Вот такая красота. Я думаю, что мне хорошо будет. У Виталий был еще дополнительный ремешок. Думаю, что такие отверстия. У меня тоже есть, наверное, дополнительный ремешок. Да, вот это дополнительный ремешок. Смотри, у меня, Виталия, вот такой дополнительный, у меня большой дополнительный. Зарядка у них беспроводная. Очень странная, сначала. Ты, наверное, вот так ставишь? А, да. Вот так. Магнитится. Прикольно вообще. Да, она магнит. Там магнит. Понимаешь, как твою морду звучит? Я не чешу, я этот побрился. Друзья, всем спасибо за поздравления. У меня сегодня, как вы понимаете, день рождения исполнилось мне 43 года. Многие спрашивали, сколько тебе лет. Вот. Я раскрыл секрет. Ну, в принципе, никакого секрета, конечно, не было, что далеко не мальчик, но и далеко еще и в старики, как меня Эмилия уже старый сказала. Мой подарок. Юлечка, красотулечка, сделала мне подарок. Samsung часы, самые последние, новые, крутые. Вот. Очень рад, доволен, всем спасибо. Что вы думаете? Только у меня? Мне пришлось тоже сделать себе подарок. На себе тоже, на закончание, такие же, только для женщин. Да, я решила, что мне нужно какой-то палкин-то у себя поощрить, потому что без этого, ну, надо себя радовать. Вот, друзья, сейчас мы едем, Эмилию отвозим на тренировку. И тогда посмотрим, что мы дальше вам покажем. Скоро будет интересно. Оставайтесь с нами, будет интересно. Что ты, ну, давай. Он, белая, ауди, задняя, он, мерседес, летят, ну, такие крутые все. О, а что? А что? Тормозам-то? Так раз у тебя влайн. Про, давай, 200. Нет, полиция впереди, что-то притормаживать надо, да? Ну, полиция, иди. Да. Ну, все такие дела. А что с нами-то тащишься? Нет, такой, знаешь, на обгон пошел, ну, такой нервный, такой. А он сзади тебя ехал? Да. Я сбоку ехал, но так уверенно пошел на обгон. И что, ну, а что удачи ты не обгоняешь? Давай, раз ты смелый. Нет, как-то ссы как-то немного. Есть, и ауди тоже. Ауди так уж чуть ли не с прокуксовкой меня обгоняло. И что, и все, но... Ну, я погнал, молодец. Ну, и что? Бамты кончились очень резко, когда мы видим полицию. Да? Да. Да. Вот она, гроза в начале мая. В конце. Долгожданный дождь. О, такой нормальный. А то вечно у нас обещают, знаете, весь... Мы три дня его ждали, да? Да, обещают, главное, каждый день такой ливень, бивень, 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 и все. Но сегодня хоть нормально, так уже, наверное, час поливает хорошо. И как все тащатся, все боятся. Дрова опять на пихи попрет. Да, адуваны. Адуваны. Вчера дети там все вытоптали. Нашли, да, время? Такой дубень был вчера. Они, короче, взяли этот пистолет водяной, и друг другу давай стрелять. Все мокрые оттуда вышли. Впереди прицеп. Знаете, что в прицепе? Ваши адки перевозятся на таком. Я один раз видел прикол. Вот в эту штуку посадили, ну, как лошадь стояла, и она, видать, ей не понравилась на светофоре. Как? Начала там компрессор лупасить в этот... Так она может... Вургон разлетится. Ну, а может, нет? Там ударов надо 5-6, такой грохот стоял, иначе. Вот как она не падает там? Мне все время думают, машина же едет, ее же там. Она, наверное, на какой-то спойлу стоит, и мне такое поддерживает. Я не видел, что внутри у меня. Я видел только, что, когда перевозят лошади, и частный мост там торчит такая. Ну да. Виталина мечта. Да, я все-таки хочу купить. Очень хочу такую. Мы сейчас ездили с Юлей. Она хотела давно добраться со своей косметикой, на завод Лумина. Вот. Так что на ее пьюти-канале скоро выходит видео. Девчонки, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И ко мне. Будет там сейчас очень много интересного. Она вам покажет, что такое магазин при заводе. При заводе. Давно было процедула. Сколько там народу. Там очереди, как этот самый. Не знаю, как будто бесплатную еду раздавали. А почти. Да. Так что переходите по ссылочкам в описании. Там такая интересная фишка была. Я не буду вам говорить. Переходите и посмотрите, что там фишка была. С пакетиком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!